А вторгнется ли Россия в Казахстан? Мне это мало представляется вероятным, потому что, как я уже сказал, над Казахстаном китайский зонтик. Я не думаю, что Россия смелится пойти в Казахстан. Хотя в северных областях Казахстана пророссийские настроения большие, потому что там живет просто много русских. Взрыв прогремел у здания китайского посольства в Бишкеке. По предварительным данным, в воздух взлетел автомобиль, за рулем которого был смертник. Двое сотрудников, где представительство получили ранения. Как сообщают местные СМИ, взрыв был настолько мощным, что его слышали во всей южной части столицы Кыргызстана. На месте инцидента работают полицейские. Этот митинг уже третий по счету за последний месяц. Ходят слухи, что волнения выгодны определенным политическим силам. А народ собирается на акции протеста. Зарели о другом. Многие пришли сюда вовсе не бороться за высокую идею. Привело на площадь банальное любопытство. Случайно шел, узнал, поинтересовался. Мимо проходили. По пути, по пути. Еще с десяток гражданских активистов оказались не готовы к общению с прессой. Завидев камеру, молодые люди бросались в рассыпную. А вы расскажете, с какой целью сегодня пришли? Поддерживаете требования, не поддерживаете? Нет, не расскажете? Никто? И вы тоже не расскажете? Нет? Вообще никто? Так вас много и никто не расскажет? Шесть? Не, ну и на Кыргызском могут... Как это проводят? Как люди понимать будут? Все время митинг. Митинг хорошего коса. Не принесет хорошего. Приверженности к какой-то одной идее мы так и не заметили. Казалось, что далеко не все в курсе того, что митинг посвящен возможной китайской экспансии. Приехали? В Сыкуле приехали. Специально. Специально, чтобы участвовать. А то, видите, уже туго стало жить. На Иссыкуле без предела? Везде. В Кыргызстане же без предела. Закон не действует. Я мимо проходил просто. Мне что касается? Мне законы это касается. Потому что я здесь живу, я кыргызстанец. Ну, почему я здесь именно точно? Потому что вот штрафы подняли, да? Вот, например, налоги, техосмы. До 10 лет тюрьмы за пикет у посольства. Такой срок грозит киргизским активистам. Накануне они провели акцию в здании российского представительства в Бишкеке. Выступление приурочили к визиту президента России Владимира Путина. Среди прочего, Киргизия и Россия собираются расширять военное сотрудничество. Против этого и выступили участники пикета. Ян Моровицкий продолжит тему. Путин – агрессор, убийца и оккупант. Нет торпедам Путина на Иссыкуле. С такими лозунгами к посольству России в Бишкеке вышли двое местных активистов. Супружеская пара Нурлан Карамшаков и Гульзана Имаева. Акция продлилась всего лишь полчаса. Потом к депмиссии подъехал наряд милиции и участников пикета забрали. Их подозревают в возбуждении расовой и межнациональной вражды. За это в Киргизии дают до 10 лет тюрьмы. Как говорит адвокат активистов, для страны это уникальный случай. И добавляет, он не сразу смог связаться с подзащитными. По постановлению следователя, эксперт дал заключение, в котором говорится, что якобы эти плакаты содержат текст, возбуждающий национальную, расовую и религиозную вражду. Здесь я никак не могу понять, разве имя или фамилия Путин – это нация, или это раса, или это религия. Правозащитники утверждают, недавно в стране прошла волна антикитайских митингов. Однако претензий к их участникам не возникало. Секрет избирательного подхода, говорят активисты, особое отношение властей Терридской республики к официальной Москве. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова